Добрый день, уважаемые друзья! Мы продолжаем говорить об иммиграции в Канаду по провинциальным программам. Мы уже посвятили очень много программ и провинций. И сегодня мы говорим конкретно о двух провинциях Атлантической Канады. Это Prince Edward Island и Newfoundland and Labrador. Также мы сегодня затронем немного Атлантический пилот, о котором я уже когда-то записывал видео. Но мы тоже сегодня поговорим с иммиграционным консультантом. Это Оксана Тодоренко. Здравствуйте! Оксана лицензированный иммиграционный консультант в Канаде. И она, собственно, рассказывает о том, как иммигрировать на текущий момент, на дату записи этого видео. Потому что, конечно, информация может поменяться, что-то иммиграционные власти будут менять в программах. Но на сегодняшний день мы записываем видео и говорим об иммиграции в Канаду. Оксана, давайте поговорим, какие у нас варианты иммиграции по этим двум провинциям. Да. Эти две провинции имеют немножко программ. То есть одна там 4, а вторая 3, по-моему. Поэтому давайте начнем с Prince Edward. Значит, она имеет всего 4 программы. Значит, есть у нее стрим под экспресс-энтри. Ну, нужно, как бы, либо работать в Prince Edward. Причем там есть требование, как минимум 4 месяца нужно отработать. И так, чтобы у вас еще, там такое интересное требование, если у вас, вот, есть рабочая виза, да, вы работаете на рабочей же визе, то вот эта рабочая виза должна еще на момент подачи быть действительно еще как минимум 4 месяца. То есть вот такое вот требование. Есть для людей, которые, как бы, за границей, ну, снова-таки, обязательное джоп-оффер. То есть требования по языку там невысокие, CLB-4 даже. Но я, вот, я стараюсь говорить именно о главных требованиях, потому что остальные, обычно, как бы, у людей это все остальное есть, просто по опыту. А вот джоп-оффер, то есть если нет джоп-оффера, то мы даже не можем поддаваться по этой провинции. Вот. Есть там также стрим для не только для Noko Zero AB, а также Noko CD. Это и трек-драйверы. Вот. Потом, значит, что у них еще? Customer Service, это, ну, обслуживающая, да, допустим, продавцы и так далее. Вот. Просто работники обычные какие-то, как helper, и все, в настройках, и все, да, такие вот профессии, да. И в которые в кафешках работают вот люди, да, тоже у них там востребованы. Но снова-таки нужен джоп-оффер. Вот. Кроме того, и в том, и в том стриме, я имею в виду, и ног Zero AB CD, должен быть опыт работы. Вот два года минимум за последние пять. Он может комбинироваться и с канадским, и только за границей, как бы не в Канаде. То есть это считается тоже. То есть он комбинируется. Значит, ну, во всех стримах вот этих трех, да, Express Entry, Skilled Work и Critical Work, это должно быть жоп-оффер. Поэтому, если вы найдете работодателя, который согласится вам, то есть заинтересован будет вас как работники, то у вас есть тогда, в принципе, впоследствии эмигрировать по этой провинциальной программе. Ну, и для студентов еще есть программа в этой провинции. Значит, там главное закончить обязательно двухгодичную программу, одногодичная не подходит. Отработать полгода, и только потом можно подаваться. Там даже нету требований по английскому, но, знаете, как бы просто у вас он все равно есть. Если бы там учились, поэтому как бы провинция опустила это просто. Понимая, что он все равно у вас есть, и вы, если вы отучились, и вы просто не можете не быть. Вы просто не сможете учиться здесь. И тогда вы тоже можете подавать по этой программе. То есть для студентов она достаточно неплохая. Да, нужен жоп-оффер, но, понимаете, как бы, что такое жоп-оффер, часто спрашивают. Иногда он должен быть подтвержден LMA. Для студентов он не должен быть подтвержден. Поэтому после того, как вы отучились два года, вы подаете на пост «Graduate Work Permit», и вот вы начинаете искать работу, да, нашли ее, вот как только вы ее нашли, вы получаете жоп-оффер. Да. Мы, канадцы, получаем жоп-оффер, когда мы идем на работу к работодателю. То есть это стандартное устройство на работу. Да, это просто стандартное. Вот получили в Prince Edward, вам нужно отработать 6 месяцев, и подаете на эмиграцию, как студент. Вот. То есть, в принципе, неплохой стрим для студентов, как бы, примерно такой, который сейчас существует, кстати, в Альберте. Поэтому вот это вот основные 4 программы. То есть, если мы скажем по поводу людей, которые находятся за границей, к сожалению, для них очень, ну, здесь, только если вы найдете работодателя. Да, да. А так, чтобы просто вот податься без поддержки работодателя, стрима нет. Угу. Вот. Если мы возьмем другую провинцию, значит, мы поговорим еще о Newfoundland, да? Значит, она, она вообще имеет только 3 таких программы. Значит, ну, почему они имеют немного программы эти провинции? Потому что они маленькие, да? Да, но востребованность меньше. Да, там мало людей живет, соответственно, меньше востребованности. Вот. Снова такие. У них есть экспресс-энтри, потому что не во всех есть экспресс-энтри. Угу. Но снова возвращаемся с джопофер. Должен быть джопофер. Угу. Поэтому, если вы находитесь за границей и хотите по провинциальной программе пройти, и у вас нет работодателя в Канаде, по этой провинции вы не пройдете. Угу. 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 Да, это низкий вообще. Это IELTS 4, наверное. 4, что-то 4, что-то 5. 4,5, да. Вот так вот. Поэтому, как бы, это действительно тогда хороший стрим. Но если нету работодателя, к сожалению, совсем никак не можете. Ну, опять же, кстати, мы вот в прошлых видео говорили о том, когда люди спрашивают, востребована ли моя профессия в Канаде. Вы можете, может быть, сейчас подумать, что эти провинции вообще не интересны ничем, но если у вас специфическая какая-то профессия с кашем, связанная с мореплаванием, вы там моряк, да, большие шансы, что в этих провинциях, поскольку они находятся непосредственно на Атлантическом океане, есть порты, может быть, вы именно свою работу найдете в этих провинциях, а не в Манитобе или в Альберте, где просто в вашей профессии не будет вообще таких вакансий, да? Только моряков, Глеб, я думаю, что не можем сюда включать. Почему? Потому что моряки у нас, к сожалению, должны иметь лицензирование, то есть, поэтому они не могут работать, вот, может быть, что-то другое, да. Ну, или, может быть, какие-то механики в портах, или я просто... Сейчас начнем моряки написать, вот, да, но, к сожалению, моряки не могут... Вот я не хочу, как бы, обманывать, но я, насколько я помню, там, по-моему, даже гражданинам страны нужно быть, то есть, там просто требования к самим морякам в стране, они немножко другие. Но, естественно, если бы вы просто по провинциальной программе... Если бы по федералски будете ехать, то вам нужно просто ехать те провинции, которые... Ну, хорошо, другой пример, может быть, я, насколько знаю, допустим, по-моему, в Новой Скотче очень хорошо развита индустрия деревообработки и вообще добычи дерева и экспорт дерева. И поэтому, если у вас есть такой опыт работы в этой индустрии, то вполне возможно, что вы себе найдете работу именно в этих провинциях. То есть, это к тому, что не обязательно вам ехать в Антарио, может быть, или в Альберту, или в Британскую Колумбию, потому что ваша профессия может быть более востребована именно в маленькой какой-то провинции. Да, просто нужно изучать... Или сельское хозяйство. Да, изучать провинцию. Посмотрите, а какие там развитые промышленности, да, что там востребовано. Зайдите на сайт, там, поиска работы, посмотрите, а что в этой... Ну, ваша профессия есть там, вот много ли позиций на вашу профессию? И если есть, действительно востребовано там, подавайтесь, составьте хорошее резюме и подавайтесь. То есть, не нужно прям так уж пугаться, да, и джоп-оффер это вот нереально. Есть люди, которые себе это делали. Ваш, да, вот недавно, который человек, вот, было видя, то же самое. То есть, нужно просто найти, не просто вот, лишь бы где-то подаваться. Все-таки это должно быть, вот конкретно, вы этим занимались, у вас есть опыт работы, вы туда и подаваетесь. А не так, знаете, как бы, я там, айтишник в одной области, подаюсь совершенно другой, меня не приглашают. Конечно, вас не будут приглашать. У нас должно четко быть ваше, вот то, чем вы занимаетесь, соответствует то, что хочет работодатель. Вот тогда у вас есть шанс, да, конечно, если действительно. То есть, нужно не оставлять эту идею, просто не нужно только ею заниматься. Вот это вот да. То есть, нужно, так как, все равно, вот такое направление оставить, составить хорошее резюме, посмотреть, какие вообще резюме в Канаде, как это делается, это тоже непросто. Кроме того, кроме резюме еще идет, как дополнительный, каверлеттер, да, вот письмо под каждую эту. То есть, научитесь этому и посылайте, и, возможно, вас вызовут. Потому что нам сложно сказать, да, востребованы сейчас или не востребованы именно ваша профессия. Вот, ну и как бы есть тоже не только NOX 0AB, а также ECD, тоже job offer нужно. И там даже язык не требуется, просто работодатель может написать письмо, что он подтвердит, что у вас есть язык. Вот, надо просто такого работодателя найти. Вот, значит, и третий стрим, это для людей, которые учатся здесь, то есть для студентов. Поэтому вот, и мы говорим еще раз, что студенты, очень внимательно смотрите, что вы потом будете делать, и, возможно, вот как бы, может быть, вот этот стрим для вас будет хороший в этой провинции. Потому что, я знаю, даже сегодня ребята говорят, вот в Ньюфаундленде там образование, там за семестр мы нашли 10 тысяч, понимаете? То есть, возможно, вам просто там будет легче учиться. Да. Вообще эти провинции... И жизнь дешевле там. Да, и вообще эти провинции, они такие, мне кажется, такие семейные, вот такие, да, они такие уютные в этом плане, там достаточно... Ну, что-то все маленькое, как бы там люди, маленькие городки, все люди... Да, это, кстати, еще один хороший вот момент мы затронули, что если вам учеба, допустим, в больших городах Торонто будет дорого стоить, и проживание, там даже больше важнее, что проживание дорогое, недвижимость, то в маленьких провинциях, в атлантических провинциях там дешевле жизнь, там дешевле жилье, то есть, у вас бюджет на весь этот проект будет намного меньше. Да, и, вы знаете, возможно, вам быстрее откроют студенческую визу, кстати. Потому что туда не очень сильно хотят ехать почему-то. Хотя я не скажу, что прям там, ну, что у нас там, атлантические провинции, они очень-очень красивые по природе, очень просто. Вот, поэтому, да, климат, ну, вы знаете, климат тоже, все думают, что в Калгари у нас так страшно холодное зима, ну, не говорим об этом. Вот, но, то есть, там тоже есть свои прелести, нельзя сказать, знаете, вот, какие обменьшили стоимость, и образование, и проживание, поэтому не забывайте об этих провинциях, не только Антарио, Альберта, Беси, потому что это самые популярные, да. Беси, она вообще очень дорогая, популярная. Ну, сейчас не будем об этом, да, давайте, раз уж мы затронули атлантические провинции, то многие зрители моего канала знают, что есть такая атлантическая программа, пилотный проект эмиграции в Канаду, она как раз содержит в себе 4 провинции. Я уже больше, чем год назад записывал видео об этой провинции, требования, вернее, об этой программе, требования по этой программе, но есть такой вопрос у людей, часто возникает, если, допустим, человек находит работу в какой-то провинции, одной из этих, и у него есть два выбора. Есть выбор поступить двумя путями, да, это первое, эмигрировать по провинциальной программе именно этой провинции или по атлантической программе, как ему в итоге определиться? Ну, значит, ну, точно не нужно по двум программам идти, то есть одновременно, потому что это просто не имеет смысла. Надо правильно выбрать, какой именно стрим, то есть либо атлантик, либо все-таки, ну, допустим, в Нюбрансвике этот работодатель находится, то есть у вас есть жопов, потому что главное здесь работодатель все равно. И вот Нюбрансвику или атлантическую надо посмотреть по требованиям. Если вы, значит, я бы предпочитала все равно именно только провинциальную программу, а не атлантическую, но если только вы по ней проходите, потому что там могут быть немножко выше английский, то есть если в Атлантик именно к соискателю, то есть к вам, да, не к работодателю, потому что как раз к работодателю в провинциальных программах этих четырех провинций меньше требований, чем в атлантических, вот это самое главное отличие. Поэтому если вы проходите по провинциальной программе, да, тогда как бы, тогда можно, тогда лучше выбрать провинциальную. Она будет немножко быстрее, скорее всего, и работодателю нужно будет намного меньше усилий сделать, чем по атлантической программе. Но если вы не проходите по провинциальной, потому что, допустим, не дотягиваете язык даже в пятерку, это, ну, в основном там силы B5, вот, то тогда атлантическая. Да, потому что по ней, по-моему, силы B4, или IELTS 4, я не помню точно. Силы B4, да, поэтому это только вот вы должны просто решить, то есть конкретно в вашей ситуации, все-таки лучше то или то. Потому что в Атлантической действительно требования к претендентам, да, ну вот непосредственно к людям, которые мигрируют, они невысокие. Но не то, что требования, там не требования к работодателю, но достаточно серьезный процесс, нужно пройти работодателю. И поэтому не каждый к этому готов. И вот поэтому, может быть, и она, знаете, она пилотная, вот эта программа, но и как-то она не очень сильно, мне кажется, идет, вот, популярна, потому что, именно потому что работодатели. Кстати, вот здесь тоже люди спрашивают, а есть ли какие-то списки работодателей, которые участвуют в Атлантической программе? Да, к сожалению, нет, вот, и это тоже плохо, потому что был бы список, может быть, люди непосредственно в эти компании подавались бы, ну, возможно, это будет, понимаете, потому что... То есть сейчас получается так, насколько я понимаю, что человек должен просто искать работу в этих провинциях. Если работодатель в нем заинтересован, то работодатель уже должен подаваться по этой Атлантической программе, проходить свои требования, если ему это все утверждают, то человек проходит в целом по Атлантической программе. Тогда все быстро. Вот если работодатель пройдет, если, как бы, работать, если здесь уже не от работодателя, а от вас зависит, если вы, ну, в основном там английский, в основном все-таки, значит, не можете пройти по провинции, в той, в которой работодатель в одной из этих четырех находится, то тогда, да, Атлантическая уже, А если вы можете по провинции, лучше провинции. Будет немножко легче работодателю, поэтому у него будет больше заинтересованность вас взять все-таки. Поэтому нужно просто посмотреть уже на ваши личные данные. Ну и на этом сегодня все. Мы сегодня обсудили две провинции. Это Prince Edward Island и Newfoundland and Labrador. И также мы обсудили сегодня Атлантическую программу. Если у вас все-таки остались вопросы, пишите в комментариях, задавайте их. Также вы можете заполнить анкету по ссылке внизу, чтобы Оксана оценила конкретно ваш кейс, ваши данные и дала рекомендации, как вам эмигрировать в Канаду по любым программам, какая для вас больше всего подходит. Большое спасибо, что смотрите. Подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. Ну и до скорых встреч и удачи в эмиграции. До свидания.